Здесь все как в обычном детском саду. Есть раздевалка, игровая, столовая, спальня, даже небольшой спортивный зал. Отличие полисадиков лишь в том, что их посещает небольшое количество детей. Оборудованы они, как правило, на первых этажах жилых домов. В рабочем поселке Боброво в этом году открыли сразу два таких учреждения. Тот, что на Крымской 21, корпус 1, рассчитан всего на 30 мест и деток с 3 до 4 лет. На площади 120 квадратных метров есть все необходимое. Режим детского сада здесь точно такой же, как в обычном детском саду. С 7 до 19 часов. У детей также проходят все занятия с воспитателями. Приходят специалисты, занимаются. Здесь у нас есть возможность прекрасного трансформированного спортивного зала. Проверить работу полисадиков в рабочий поселок Боброво приехал глава муниципалитета Алексей Спасский. Куда приходят музыкальные руководители, они занимаются музыкой из основного корпуса. Другой мини-детский сад расположен неподалеку, на лесной улице. Он рассчитан на 25 мест. Площадь помещений здесь чуть поменьше 90 квадратных метров. Сюда ходят ребята постарше, те, кому от 4 до 5 лет. Тебе нравится садик? Да. А чем он тебе нравится? Что тут хорошего? Расскажи. Новые игрушки. У ребят в полисадиках пятиразовое питание и еда готовятся в основном в корпусе детского сада номер 27 «Бобренок», который расположен поблизости. Кстати, родители, отдавшие своих детишек в такие мини-сады, не снимаются с очередя на получение места в дошкольном учреждении. В 2021 году после некоторых консультаций на уровне правительства был принят вот такой формат попробовать реализовать мини-сады, так называемые полисадики. Ленинский округ в этом смысле передовик, у нас 10 открылось в 2021 году таких помещений и общее количество созданных мест это 750, почти 750 малышей. Родители довольны, родителям все нравится, новый детский сад, очень красивый, много игрушек, главное довольны дети, детям очень нравится. Алексей Спаски заверил, что проект на территории муниципалитета будет продолжен. В район администрации уже выкуплено несколько помещений для организации мини-садов в микрорайонах, где дефицит мест особенно высок. В микрорайоне Зеленой аллеи уже приступили к ремонту будущего полисадика. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok